Сегодня спецвыпуск русских новостей посвящен провокационной деятельности властей против инициативной группы за проведение референдума за ответственную власть. Это выражается в открытии очередного уголовного дела и очередной совершенно бессовестной, бесстыдной экспертизе. В данном случае все происходит в Нижегородской области. И передо мной заключение эксперта по уголовному делу, которое возбуждено. И здесь изложены в том числе и обстоятельства дела, которые я прочитаю. Обстоятельства дела таковы. Из постановления следователя, а следователь у нас некто, старший лейтенант юстиции Егоров, старший следователь следственной части ГСУ, ГУ, МВД России по Нижегородской области. Так вот, из его постановления известно следующее. В ходе предварительного следствия установлено, что неизвестное лицо заставярно знает, что решение Московского городского суда 19 октября 2010 года Межрекиональное общественное движение «Армия воли народа», признанное экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации, нарушение федерального закона о противодействии экстремистской деятельности, умышленно с марта 2012 года организовал деятельность экстремистской организации «Армия воли народа» на территории города Нижнего Новгорода. Являясь организатором ее деятельности, действием в ее интересах, неизвестное лицо посредством создания администрирования социальной сети ВКонтакте, глобальной информационно-коммуникационной сети, интернет, публичной страницы Нижегородца за право народа судить власть, умышленно пропагандировал идеологию организации «Армия воли народа» после запрета ее деятельности, а также ознакомления неограниченного круга лиц с ее основополагающими документами, в том числе проектом статьи 138 Конституции Российской Федерации и закона о суде народа России над президентом и членом Федерального собрания Российской Федерации, содержание которого решением Замоскворецкого районного суда города Москва 20 марта 2009 года признано экстремистским. Отметим, что здесь речь идет об экстремистском законе или законопроекте о суде народа над президентом и членом Федерального собрания. Решение суда, конечно, абсурдное, интересно его было бы найти. Я в свое время писал заключение по поводу этого законопроекта, я считаю его абсолютно законным, абсолютно законным, то есть там нет ни тени незаконности, ни тени экстремизма. Тем не менее, Замоскворецкий суд города Москвы, он мне тоже известен, это просто такая компания негодяев, специально собранная для того, чтобы попирать закон, попирать Конституцию, попирать права граждан. Ну вот я не знал, что в 2009 году законопроект, который разработан был армией воли народа, был признан экстремистским. Но здесь безграмотность вот этого следователя указывается тем, что речь идет только о вот этом законопроекте, а вот по поводу проекта статьи Конституции, ну это вообще, мы разрабатываем проект статьи Конституции, то есть какую-то законодательную инициативу, хотим провести ее, либо через граждан, через референдум, либо через тех, кто имеет права законодательной инициативы, и вдруг мы оказываемся экстремистами. Что за бред вообще? Ну вот этот бред, видимо, специально заказан, я предполагаю, что это кремлевская разработка, армия воли народа должна была быть уничтожена, в том числе и в той ее части, вполне законной и никак не связанной с деятельностью, с теми параметрами экстремизма, которые были тоже беззаконно усмотрены в деятельности АВН, а именно в инициативной группе за проведение референдума. Получается, что власть у нас ставит ограничения гражданам в том, чтобы даже готовиться к референдуму, разрабатывать какие-то законодательные инициативы и чтобы в дальнейшем их выносить на референдум. Вот этим занимается инициативная группа. Видимо, ее тоже решили пресечь вот такими безграмотными и беззаконными действиями следственных органов. Вот в данном случае инструментом беззаконной и самозванной власти выступает старший лейтенант юстиции Егоров. Вот он предоставил почему-то именно в Нижнем Новгороде, видимо, в социальной сети, потому что касается Нижнего Новгорода, они, наверное, думают, если в социальной сети написано про Нижний Новгород, то речь идет про жителя Нижнего Новгорода. Про Нижний Новгород может написать, кто угодно, тем более не пишет, неустановленное лицо, с какой стати тогда они заводят дело в Нижнем Новгороде. Может, в Америке человек сидит и что-то там пишет про армию воли народа или про инициативную группу за проведение референдума. Не знаю, что там было, но главное не это. Главное то, как ведут себя люди, которые обременены ответственностью за тот научный статус, который им предоставлен, и готовят всякие подлые экспертизы. Я не случайно называю эту экспертизу подлой, вот она у меня в руках. Проведена она заведующим кафедрой прикладного политического анализа и моделирования Института международных отношений и мировой истории Нижегородского университета им. Лобачевского, доктором политических наук, профессором, а вот полное имя, отчество, я не знаю, только фамилию. Это некто Балуев Д.Г. Балуев Д.Г. Профессор, доктор наук, проводит экспертизу. Вот вся эта экспертиза умещается на 7 страницах, даже на 6,5 страницах. Большая часть ее представляет собой чисто формальные вещи, то есть вот, например, подписка. Вот первая страница мы видим, это подписка эксперта, что он знает об ответственности о даче заедомоложенного заключения. Дальше идет перечень материалов, которые предоставлены для экспертизы. И вот этот перечень, это документ, который называется «Уговор АВН». Затем, агитационный материал не бывает ответственности без заранее предусмотренного наказания. Что такое АВН или цель армии воли народа. Проект закона, судя народу над президентами и членами Федерального собрания Российской Федерации. Соглашение за ответственную власть об образовании инициативной группы подготовки референтов за ответственную власть, исключающую проект закона об оценке президента и членов Федерального собрания Российской Федерации и народом России. Представленные в виде акта 2013 года, всего 16 листов. Рапорт, один экземпляр на 27 листах, конверт с оптическим диском и приложение к акту, всего один экземпляр. Вот это первая страница. Вторая страница, это вопросы, которые поставил следователь, но мы о них отдельно еще поговорим. И обстоятельства дела, то есть никакой здесь роли эксперта нет. Первая страница выпала. Вторая страница, это исследовательская часть. В ней, можно сказать, вторая, третья и четвертая страницы, это якобы исследовательская часть, ее начало. На самом деле мы видим, что здесь имеется только выписка некоторых определений, а именно определение, что такое политическая программа, что такое политические цели, что такое механизм политический, что такое идеология. Далее тут уже на следующей, на пятой странице, начинается разговор о том, что политические цели ставили перед собой две организации, документы которых надо сравнить. Вот все, фактически, выписка определений не имеет никакого смысла, это не работа эксперта. Вот мы их сейчас прочтем, тоже это любопытно. И дальше работа эксперта заключается вот фактически в одной странице. Дальше идут результаты исследования, ответы на вопрос. То есть все исследование уместилось на одну страницу. Результаты исследования, ответы на вопросы, все, больше ничего. То есть работа эксперта как таковой нет, она уложилась на одну страницу. Это доктор наук, профессор Нижегородского университета по институту международных отношений и мировой истории. Кстати, какое имеет отношение международное отношение мировой истории к деятельности армии воли народа и ИГП РЗОВ? Никакого, ровным счетом. Ну, может быть, это действительно такой многопрофильный доктор политических наук, который не только международными отношениями занимается, но и является большим специалистом в области законодательства, направленного против экстремизма и в области деятельности общественно-политических организаций, их программ. Ну, анализ этого документа показывает, что это не так. Вот мы посмотрим, что он пишет в качестве определения. Политическая программа от греческого программа объявления предписаний. По-гречески надо обязательно высказаться. Изложение основных положений, целей, способов политической деятельности движения направлено на достижение определенного перераспределения политической власти для организации интересов той части общества, которая представляет данное политическое движение. И сноска, откуда это все взято. Политические партии России, программные документы политических партий в трех частях, 1994 год, очень современно. Далее, Краснов, система многопартийности в современной России, 1995 год. И, наконец, Абрамов-Головина, политические партии движения России, 1996 год. То есть, видимо, все эти три источника дают одно и то же определение политической программы. И все эти источники – это первая половина или середина 90-х годов. Вот как доктор политических наук относится к определениям. Ну, я понимаю, дал бы он определения, которые связаны с законодательством, следуют из того, что написано в законе о политических партиях, или взял бы политологические словари, пусть отечественные взял бы, современные, зарубежные и так далее. И хотя бы представил, что это такое политическая программа, а вообще, что такое политика. Ну, видимо, это не его предмет деятельности, поэтому он откуда-то взял этот фрагмент, выписал и вот в качестве заполнения текста бросил в свою экспертизу. Содержание политических программ, наряду с общеполитическими вопросами, как правило, отражает позиции, цели задачи партии, движения, политического деятеля в области экономики, социальной и культурной политики, межнациональных и международных отношений, охраны окружающей среды и других культурных проблем, стоящих перед обществом. Программа всегда содержит два содержательных момента – спекулятивно-идеологический и управленческий технологический. Это более чем спорное утверждение, но пусть оно будет. Потребность в популярности политика выступает основой для программного популизма. Вообще речь идет о общественно-политических организациях, а здесь почему-то вот этот деятель перешел к политической программе, видимо, к кандидатов в депутаты откуда-то слезал, списал из этих, может быть, источников. Управленческий аспект выступает основой реалистической программы. Современные политические программы следует рассматривать преимущественно в качестве элементов политического маркетинга в ходе предвыборной борьбы за завивание и удержание политической власти. Практика избирательных кампаний последних лет, как на общеполитическом, так и на региональном уровне, демонстрирует отсутствие в политических программах большинства конкурирующих партий и политиков конкретных позитивных целей последовательных экономических и социальных программ. Обсуждение механизмов решения накопившихся проблем зачастую подменяется лозунговостью. на фоне констатации имеющихся трудностей либо попытками дискредитации политических соперников. Какое это имеет отношение к экспертизе, к тем вопросам, которые подставлены перед экспертом? Никакого, ровно по счету, никакого. Далее, политические цели. Понимается в данном исследовании как исходный момент политического процесса, определяющий установки политики, задачи власти и формы политической деятельности. Почему здесь задачи власти, когда речь идет об общественной организации? Они выполняют организующую и мотивационную функции. Цель в политике, кроме мотивационной и организационной, выполняют и мобилизационную функцию. Представляется, что изложенные в изученных документах политические цели, прежде всего, выполняют именно мобилизационную функцию. Представляется, если бы это было где-нибудь доказано, а дальше по ходу текста, ну, этого не доказано, а просто вот вписано что-то такое. Механизм политический. Система действий политических институтов и организаций, предназначенная для преобразования свойств, характеристик и других параметров политического развития в требуемом направлении структурно-политической организации, имеют входное звено политические организации и институты, получающие установку на направление развития, а также выходное звено политические организации и институты, соединенные с рабочими, общественными, социально-экономическими, политическими организациями и институтами, обеспечивающими преобразование свойств, характеристики других параметров общественного, социально-экономического, собственно-политического развития в требуемом направлении Билиберда. В рассматриваемых нами случаях политическим механизмом служит создание организации, находящейся за пределами действия закона о политических партиях и использование Института общенародного референдума для принятия конституционных поправок и в дальнейшем использование угрозы вводя судебного давления на исполнительную и законодательную власть со стороны организации, обладающей мобилизационными ресурсами для инициирования судебного преследования представителей исполнительной и законодательной власти в рамках предполагаемого закона об оценке президента и членов Федерального собрания Российской Федерации народом России. Помимо того, что здесь написаны банальности, общественная организация не подпадает под закон о политических партиях, потому что партии не называются и в названиях нет слова партия, но почему-то об этом надо говорить. Здесь вообще написан полный бред, бред такой горячечный, уже совсем запредельный, использование Института общенародного референдума для принятия конституционных поправок и в дальнейшем использования угрозы квазисудебного давления на исполнительную и законодательную власть со стороны организации. То есть референдум оказывается не для того, чтобы принять какие-то законодательные акты, которые в дальнейшем действительно будут оказывать влияние и на законодательную, и на исполнительную власть в целом, на жизнь страны. А оказывается, этот референдум является механизмом давления, не референдум уже, а результаты этого референдума являются в дальнейшем, то есть уже после референдума, средством квазисудебного давления на исполнительную и законодательную. А что такое квазисудебное давление? У нас вообще нет такого понятия в праве квазисудебное давление. Нет такого. Со стороны организации, обладающих мобилизационными ресурсами для инициирования судебного преследования. Что это за мобилизационные ресурсы для инициирования судебного преследования? Как это вообще может быть? Суд это суд, общественная организация это общественная организация. Что пишет господин Балуев? Он вообще в состоянии воспринимать действительность? Есть общественная организация? Сравните ее ресурсы, мобилизационные какие угодно, и ресурсы государства, той же исполнительной власти. В какое сравнение идет количество чиновников и количество членов любой общественной организации в России? Даже самой крупнейшей. Да ни в какое сравнение идет. Я уже не говорю о мобилизационных ресурсах. Бред какой-то. Конечно, никакая общественная организация не может организовать ни судебного, ни квазисудебного преследования. У нас есть субъекты права, которые могут инициировать судебное преследование. Российское законодательство не предусматривает возможности инициирования каких-либо судебных преследований без посредства правоохранительной системы. Но вот господин Балуев, видимо, настолько далек от реальности, что пишет всю эту ахинею и закладывает ее даже в определение политических механизмов, применительно к данному исследованию. Далее, идеология для целей настоящего исследования принимается как система концептуального формирования взглядов, идей, выражающая интересы различных социальных классов и групп, в которой осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, а также либо санкционируются существующие в обществе формы господства и власти консервативной идеологии, либо обосновывается их преобразование радикальной революционной идеологии. Ну, это тоже, конечно, бред, и ссылка говорит об этом. Ссылка на определение идеологии дается Семигин Г.Юм «Идеология в новой философской энциклопедии. Москва. Мысль. 2000 год». Геннадий Семигин, по-моему, это не какой-то крупный ученый, это малоизвестный общественный деятель, но новая философская энциклопедия, это вообще непонятно что. Видимо, Геннадий Семигин, она была выпущена и попалась на глаза господина Балуева, он оттуда взял, списал какое-то определение, которое имеет никакого отношения к тому, что рассматривает, реакционная она или консервативная идеология, какие социальные группы, классы и так далее отстаивает эту идеологию, какие интересы защищает, но не имеет никакого отношения к тем вопросам, которые поставлены следователем перед господином Балуевым, вот этим горе-профессором. Ну а теперь, поскольку ко мне обратился адвокат, который в данном конкретном деле защищает интересы конкретного гражданина, на котором предъявлено обвинение, в конце концов, вот некое неустановленное лицо, это оказалось активистой ГПР ЗОВ Бутко П.А. Вот, к сожалению, тоже у меня нет имени и отчества, но в данном случае это не важно. Адвокат попросил меня написать отзыв на экспертное заключение Балуева, профессора Балуева, и я его написал. Здесь я написал, что имею опыт работы по специальности политические институты и процессы 25 лет, опыт проведения экспертиз документов общественно-политических организаций, а также внесудебных социологополитологических исследований и отзывов на судебные экспертизы, включая экспертизы по делам, связанным с проявлением экстремизма. 12 лет, ну не меньше, может быть даже больше. Материалы для отзыва у меня это экспертное заключение господина Балуева, и больше ничего. А поводом для отзыва у меня является адвокатский запрос. Задача отзыва оценить компетентность эксперта, профессиональный уровень подготовленного отзыва, указать на имеющиеся недостатки, определить степень обоснованности сделанных выводов. Из того, что я уже сказал, видно, что степень обоснованности близка к нулю. Давайте мы попробуем провести экспертную оценку уже вот этой экспертизы господина Балуева, но аккуратно, так как положено, как должен проводить всякий специалист, экспертизу некоего текста общественно-политического, политологического. Прежде всего мы начинаем с формальных признаков, представленного на отзыв документа. Экспертное заключение Балуева составлено на семи страницах, каждая из которых заверена подписью и треугольной печатью. Имя и отчество эксперта не указано. Эксперт идентифицирован по месту работы заведующий кафедрой политического анализа и моделирования Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Лобачевского, доктора политических наук профессоров. Стаж работы по профессии не указан. Между тем, процессуальные кодексы требуют, чтобы в своем заключении судебный эксперт сообщил о своем образовании, специальности, стаже работы, о наличии ученой степени или ученого звания. Это есть как УПК, так и ВАПК. На первой странице документ озаглавлен как экспертное заключение. В середине страницы указан другой тип документа – заключение эксперта. Там же указано, что господин Балуеву поступили материалы для производства судебной экспертизы. Право проводить экспертизу с указа законодательства имеет только лицо, обладающее необходимыми специальными знаниями. Тоже УПК, ГПК, АПК об этом говорит. Имеет ли эксперт такие знания в заключении – не указано. От внесшего постановления о назначении судебной экспертизы следователя СЧ, ГСУ, ГУ, МВД России по Нижегородской области – вот такие жуткие у нас аббревиатуры теперь – старший лейтенант юстиции Егорова, как видно из заключения, поступили документы в виде акта, рапорта и оптического диска. Содержание каждого документа в заключении не отражено. Но указаны лишь объемы первых двух документов. Содержание оптического диска не описано. Таким образом, несмотря на наличие перечня поступивших на экспертизу материалов, неясно, действительно ли эксперт анализировал те самые документы, которые являются материалами уголовного дела. Излагая в исследовательской части содержание отдельных документов, эксперт не ссылается на страницы акта, рапорта или название материалов и имена файлов с оптического диска, что исключает возможность уверенно говорить о достоверности этих пересказов. Исследовательская часть изложена на трех страницах, из которых две страницы представляют собой тексты, перенесенных в документ словарных статей, посвященных общепринятым терминам «политическая программа», «политические цели», «идеология», а также неиспользованному в дальнейшем в тексте заключения термину «механизм политический». Ниже по тексту заключения используется другое общепотребимое понятие «механизм деятельности». Справочные данные о значении общепринятых терминов, приведенных в заключении, не требуют специальных знаний, ради которых проводится судебная экспертиза, что означает, что исследовательская часть в данном заключении занимает лишь около одной страницы. Текст экспертизы изобилует существенными опечатками. Так, Организация армии воли народа, АВН, неоднократно именуется в заключении как АВР, страница 4, 1 строка снизу и страница 5, 11 и 17 сверху, а также АВП, 5 страница, 22 строка сверху, 7 страница, 3 строка сверху. Это свидетельствует о невнимательности и неаккуратности эксперта. Собственная исследовательская часть имеет объемы, явно несоответствующие объемы представленных для исследования документов и материалов, 16 листов материалов по указанному перечню, 27 листов рапорта без указания его содержания и оптического диска приложения «какту» без указания содержания и объемов материалов. Трудозатраты эксперта явно не соответствуют времени проведения экспертизы с 29 октября по 18 декабря 2014 года, в течение которых эксперт занимался ознакомлением с документами, исследованием их содержания и сопоставлением плод его работы 1 страница и формулированием выводов 1,5 страницы. Представление эксперту огромного массива материалов, в том числе и не относящихся к существу дела за пределами проблематики выявления признаков экстремистской деятельности является существенным нарушением. В процессуальных кодексах указано, что эксперт имеет право ознакомиться только с материалами, относящимися к предмету экспертизы, необходимыми для производства экспертизы. Исправляя ошибку следователя, эксперт Балуев, получив избыточные материалы по делу, должен был самостоятельно отобрать из них существенные, осознавая, что речь идет о признаках экстремистской деятельности, а не об общих сходствах и различиях между документами двух организаций. Отсутствие соответствующих действий со стороны эксперта говорит о его низкой квалификации, отсутствии опыта экспертной деятельности, незнании своих прав и обязанностей в качестве эксперта. Далее, особенности постановки вопросов перед экспертом. Это уже претензии не столько к эксперту, сколько к следователю, который явно не в себе. Первый вопрос предлагает эксперту определить, тождественны ли политические программы АВН и ЭГПР ЗОВ, что предполагает текстуальное сличение и выявление степени совпадений двух текстов. Данный вопрос не требует специальных знаний и вполне мог быть разрешен самим следователем. Видимо, не умеет следователь сличать тексты, не хватает у него квалификации и мощности мозгов. Второй вопрос сформулирован не в вопросительном, а в императивном ключе. На основании представленных материалов определить тождественность материалов АВН и ЭГПР ЗОВ, что исключает экспертную деятельность в принципе и скорее отражает предвзятую позицию следователя, с которой мог согласиться лишь эксперт, который готов эту предвзятую позицию разделить, выполнить императивно сформулированное задание, подогнав результаты экспертизы под предложенный ему вывод. Итак, на основании предоставленных материалов определить тождественность материалов АВН и ЭГПР ЗОВ. Добросовестный эксперт отклонил бы такой вопрос и не стал бы проводить экспертизу с заранее обозначенным результатом. Третий вопрос предполагает поисковую работу выявления элементов программы АВН в документах ЭГПР ЗОВ. В данном случае от эксперта требуется выявление смысловых совпадений в области целей, политических программ и указания на конкретные фрагменты в документах, в которых такие совпадения будут выявлены. Но этого, естественно, не было сделано. Четвертый вопрос предполагает определить, являются ли программы, цели, механизмы деятельности ГПР ЗОВ, основанные тождественной диалогией АВН. Этот вопрос сформулирован некорректно и не подлежит исследованию экспертом, поскольку неизвестно, к какому из объектов исследования программы, цели или механизма относится слово «основанной». Если исходить из того, что из трех объектов слово «программа», «цель» и «цель» являются существительными женского рода, то прилагательное «основанной» в единственном числе может относиться либо к тому, либо к другому слову, но оно не может относиться к слову «механизм», который является существительным мужского рода. Если бы перед экспертом был поставлен вопрос, предполагающий исследование всех трех элементов, содержащихся в документах ГПР ЗОВ, то следовало бы утребить множественное число «основанными», а не «основанной». Предполагая в данном случае грамматическую ошибку эксперта или следователя, мы должны указать на более существенный момент в постановке данного вопроса. В нем содержатся две разноречивые установки. Одновременно поставлены два вопроса. 1. Являются ли программы цели и механизмы деятельности ГПР ЗОВ основанными на идеологии АВН? 2. Являются ли программы цели и механизмы деятельности ГПР ЗОВ тождественными идеологии АВН? Первый вопрос предполагает большую аналитическую работу по выявлению причинно-следственных связей. Эксперту необходимо доказать, что программа цели и механизмы деятельности ГПР ЗОВ исходят из идеологии АВН. На второй вопрос предполагается поиск разночтений между программой целью и механизмом деятельности ГПРЗОВ и идеологии АВН и вывод о том, наличествует ли тождество, то есть полное совпадение или отсутствует при наличии хотя бы каких-то расхождений. Для анализа представленных перед экспертом вопросов следует, что они сформулированы крайне небрежно, в них делается упор на экстремистский характер одной из организаций и делается прямая установка на доказательство того, что другая организация по целям программы и механизмом деятельности является тождественной другой. Вопрос следователя полностью игнорирует содержание решения Московского городского суда по делу от 2010 года о признании АВН экстремистской организации, не выделяет из всего массива документов этой организации именно тех фрагментов, которые послужили причиной для запрещения данной организации. Вероятно, следователь просто не понимает, что АВН вела не только деятельность, которая была признана незаконной, но и законную деятельность, а также что в документах АВН задержится не только положение, признанное экстремистскими, но и другие положения, к которым претензии предъявлены не были, и их использование другой организации не является противоречием закону. Предложение эксперту анализировать огромный массив документов АВН поставило перед экспертом непосильную задачу, которую он не мог выполнить в обозримое время, а потому и не стал выполнять, имитируя следовательскую работу и предоставив следователю лишь выводы, прямо прописанные во втором вопросе. Имея все основания для отказа от проведения экспертизы, господин Балуев все же решился выполнить работу и ответить на поставленные перед ним вопросы. К сожалению, в процессе работы он не исправил очередные ошибки следователя при постановке вопросов, не указал на эти ошибки, не создал обоснованных умозаключений, которые должны были логически связать фактическую сторону дела с экспертными выводами. Эксперт Балуев обязан был уточнить вопросы у поставившего их лица, либо интерпретировать эти вопросы, отметив изменение формулировок в заключении, сопроводив это обстоятельство словами. Вопрос такой-то эксперт понимает в следующей редакции, приводит в свою редакцию вопроса. Отсутствие соответствующих действий со стороны эксперта демонстрирует его низкую экспертную квалификацию и небрежность при проведении экспертизы. Далее качество и характер экспертного заключения. В исследовательской части экспертизы господина Балуева отсутствуют обязательные для экспертизы разделы. Обзор и описание объектов исследования, то есть оценка принятых на экспертизу материалов, выявление в них общих и частных признаков, вычленение объекта исследования, обзор содержания документов, акцентирование внимания на главном и второстепенном. Второе. Аналитическая часть, то есть систематизация и споставление материалов исследования, разделение материалов на группы и изучение каждой из групп. Третье. Синтезирующая часть, соединение логически связанных частей объекта исследования, выявление нового знания в объекте, приведение доказательных умозаключений. И четвертое. Результативная часть, обобщение результатов и развернутая формулировка будущих выводов с их обоснованием. Также в исследовательской части должны быть указаны содержание результата исследования с указанием примененных методик методов, статья 204 УПК РФ. Анализ исследовательской части экспертизы Балуева не обнаруживает никаких признаков исследования. В нем содержится лишь пересказ некоторых положений из представленных на экспертизу документов, без цитирования, без указания источника. В этих пересказах не выделено существенных по делу обстоятельств, связанных с экстремистской деятельностью. Автор исследования, господин Балуев, использовал термины, не имеющие общепринятого значения и не дал определения этих терминов, неконвенциональные формы политического участия, традиционные политические процессы, традиционные органы власти, плебисцитарная демократия, антисоциальные силы, паралегальная политическая структура. Господин Балуев также применяет неясные термины, не дающие однозначного понимания его оценок. Практическая тождественность, практическая идентичность, весьма высокая степень тождественности. Эксперт обязан был дать либо однозначно отрицательный, либо однозначно положительный, либо альтернативный ответ. Либо речь идет о тождественности идентичности, либо о нетождественности неидентичности, либо о тождественности в одном или нетождественности в другом. Слово «практически» не имеет ясного смысла и может быть интерпретировано как «почти», «в общем и целом» и т.д. Столь же неясен термин «высокая степень тождественности», что есть в данном случае «высокая степень» эксперт не определил. Налицо невозможность уяснения смысла и значения терминологии, используемой экспертом, отсутствие внятных указаний на методике исследования, отсутствие указаний смысла и значения признаков, выявленных при изучении материалов, представленных на экспертизу, критериев оценки, выявленных признаков. Эксперт берет на себя функции оценки деятельности АВН и ГПР с точки зрения их способности к тем или иным действиям, хотя подобные вопросы не входят в его компетенцию и не содержатся в поставленных перед ним вопросах. Эксперт Балуев утверждает в отношении указанных организаций, речь идет о создании политической организации с разветвленной региональной структурой, способной парализовать деятельность традиционных органов власти, президента Федерального собрания и поставить их под собственный контроль путем мобилизации антисоциальных сил с целью осуществления политического шантажа. Данный пассаж можно расценить как публицистику, но не как часть экспертного исследования. Аналогичным образом господин Балуев, без всяких доказательств, которыми могли бы быть прямые указания на странице представленных ему текстов, утверждает, что АВН и ГПР ЗОВ имеют военизированную иерархическую структуру и разветвленную региональную сеть. Никаких доказательств того, что в этих организациях была или есть некая военизированная структура, или что у них была, есть разветвленная региональная сеть, не приводится. Вероятно, эксперта смутило слово «армия» в названии АВН. Тем не менее, это слово широко используется в мировой практике при создании общественных, не военных структур, таких как, скажем, «армия спасения». Господин Балуев явно вышел за пределы поставленных перед ним вопросов и формата судебной экспертизы, что иллюстрирует крайне низкий уровень его подготовленности в качестве эксперта. Эксперт плавно переходит от предъявления очевидно нетождественных элементов из документов АВН и ГПР ЗОВ к утверждению об относительной тождественности этих документов, а затем и к объявлению в выводах о полной тождественности. Между тем, при перечислении пунктов идеологии данных организаций, страницы 4 заключения, эксперт ссылается на стремление обоих организаций изменить Конституцию и приводит ссылки на разные статьи Конституции, которыми однозначно разнятся АВН и ГПР ЗОВ. Это уже является существенным различием между ними. Необходимо также акцентировать внимание на том, что эксперт явно не выделяет существенного в представленных ему материалах признаков экстремистской деятельности. Стремление изменить Конституцию, выявленное как общее в документах двух организаций, не является чем-то незаконным и не преследуется по законам РФ. То же самое касается и законопроектов, которые присутствуют в документах обоих организаций. Эти законопроекты существенно различны. В одном случае о суде народа над президентом и членом Федерального собрания, в другом – об оценке президента и членов Федерального собрания народом России. Каких-то существенных признаков, относящихся к делу, эксперт не выявляет, указывая лишь на общее положение обоих законопроектов, связанное с выборами президента и членов Федерального собрания. Практическая тождественность в терминологии эксперта оказывается лишь тождественностью отдельных пунктов законопроектов. Но даже если бы эксперт показал полную или хотя бы смысловую тождественность указанных законопроектов, это не может иметь никакого отношения к делу, ибо данные законопроекты являются лишь попыткой формулировки некой идеи на юридическом языке. Никаких признаков того, что в указанных законопроектах содержатся признаки экстремизма, эксперт не приводит, демонстрируя неспособность выделить существенные обстоятельства по делу, которые многократно отражены в поставленных перед ним вопросах. Указание на экстремизм присутствует в половине вопросов эксперту. Рассматривая организационные механизмы двух организаций, эксперт не озадачивается вопросом, насколько эти механизмы были реализованы на практике и насколько эти принципы могут указывать на наличие признаков экстремизма. Оценку «высокая степень тождественности» получает положение документов АВН или ГПРЗОВ, где говорится о самоуправлении. Будем управлять сами. Подобное смысловое тождество можно найти и между сотнями общественных объединений, декларирующих вполне соответствующий законодательству РФ принцип самоуправления. Утверждая, что механизмы самоуправления в двух организациях тождественны, автор экспертизы указывает на некие пункты неизвестного документа, как и в других местах экспертизы, не утруждаясь ни цитированием, ни обоснованием высказанной мысли. Совершенно бездоказательным и неясным является утверждение господина Балуева о том, что обе организации нацелены на неконвенциональные формы политического участия. И вместо форм участия ссылается на некоторые государственные и общественные институты и порядок их функционирования. Какое это имеет отношение к поставленным вопросам, остается неясным. Утверждение эксперта, что плебисцитарные формы демократии в современном мире невозможны, не соответствует действительности российскому законодательству, в котором такая форма демократии присутствует и отражена во всеобщем избирательном праве и законодательстве о проведении референдумов. Утвердившаяся в Российской Федерации партийная демократия является одной из форм плебисцитарной демократии. По всей видимости, господин Балуев не знаком со значением научного термина «плебисцитарная демократия». Выводы эксперта. Господин Балуев не затруднился дать краткие обоснования своих выводов, просто переписав то, что он сверхкратко изложил в разделе под названием «Исследовательская часть». При этом в ответах вследствие непрофессионализма и крайней небрежности эксперта появляются новые оттенки его произвольных суждений. На вопрос о тождественности программ двух организаций-эксперт отвечает «можно говорить о тождественности». Отчетливое и ничем не обоснованное «да» в ответе на вопрос перемежается с неопределенным «можно говорить». В целом формулировка оказывается «неопределенной», что и неудивительно, поскольку Балуев не провел анализы совпадающих текстуально или по смыслу разделов программ, вычленив из них только некоторые фрагменты, но даже не указав, какие именно, и не процитировав их. На приказ, а именно так сформулирован вопрос следователя, определить тождественность материалов двух организаций, разумеется, эксперт не смог сказать «ни да, ни нет», вновь уклонившись к лирическим отступлениям и допустив недоказанное утверждение. Якобы авторы второго комплекта документов, то есть документов ЭГП РЗОВ, пытались переформулировать основные положения документов АВН. В исследовательской части никаких оснований для такого утверждения нет. Объявленный экспертом высокая степень сходства двух проектов законов, имеющихся в комплектах документов двух организаций, это все, что он сформулировал в своем ответе. То есть без всяких оснований перешел от рассмотрения комплектов документов двух организаций к рассмотрению двух законопроектов. И вместо определения тождественности или нетождественности применил смутную формулировку о высокой степени тождественности. На третий вопрос эксперт не ответил, поскольку этот вопрос содержит требования к эксперту вслед за «да» указать, в каких документах ГПРЗОВ содержится цель и политическая программа АВН. Эксперт предложил смотреть ответ на следующий вопрос, но в нем нет следов ответа на поставленный вопрос. Да, экспертам не доказано, в исследовательской части такого доказательства нет, а вопрос следователя остался без ответа, документы экспертам не перечислены. В ответе на четвертый вопрос эксперт приводит новые аргументы, нейтрализующие предшествующие. Он утверждает, что в обоих комплектах документов нет четко выраженной идеологической основы. Если это так, то о совпадении говорить не приходится, поскольку нечетко очерченная идеология не может быть идентичной другой нечетко очерченной идеологии. Исследованию на предмет смысловой идентичности или тождественности могут быть подвергнуты только четкие формулировки. Господин Балуев ответил «да» на вопрос о тождественности программ, цели механизма деятельности двух организаций, почему-то подкрепляет это свое категорическое утверждение размышлениями об идеологии. Его заявление, что нечеткость может приводить к высокой степени тождественности программ, является методологически абсурдным, демонстрирующим крайне низкую подготовленность эксперта к порученной ему работе. Ему невдомек, что его «да» в ответ на вопрос означает «да» тождественны, а его высокая степень тождественности в ответе на вопрос может означать только «в чем-то тождественны, а в чем-то нет». Таким образом, эксперт оказался неспособным дать однозначный и ясный ответ. Выводы по поводу экспертизы господина Балуева. Первое. Документ, составленный господином Балуевым, имеет лишь формальные признаки судебной экспертизы, но не имеет смысловой нагрузки, методологически несостоятельен, его выводы недоказаны и следовательская часть носит имитационный характер. У суда имеются все основания не согласиться с заключением господина Балуева и мотивировать такое несогласие. Часть 3. Статья 86 ГПК РФ. Низким профессиональным качеством экспертизы, в которой отсутствуют какие-либо ссылки на страницы, представленные для заключения материалов, следовательская часть, в силу своей краткости и бессодержательности, не соответствует ни затратам времени на подготовку экспертизы, ни объемам представленных на экспертизу материалов. Второе. Вопросы, поставленные перед экспертом, являются некорректными и содержат прямое указание на выводы, которые обязан сделать эксперт. Имеются все основания не согласиться с заключением господина Балуева и мотивировать такое несогласие. Та же самая ссылка, часть 3. Статья 86 ГПК. Противоречиво поставленными и ненадлежащим образом сформулированными вопросами, в которых прямо предписывается дать определенный ответ, который господин Балуев и представил в своем заключении по-разному, сформулировав его несколько раз. Третий. Эксперт использовал ряд терминов, которые являются неясными и не являются общепринятыми, но не дал им определения. И налицо основания для проведения дополнительной экспертизы в силу неясности и неполноты заключения восстановления Пленума Верховного Суда 21 декабря 2010 года. А также пункт 1. Статья 27 УПК РФ. Четвертое. В силу крайней неаккуратности, безответственности, низкой степени квалификации, отсутствия представлений о правах и обязанностях лица, привлекаемого в качестве судебного эксперта, рекомендую следователям, дознавателям и суду впредь не приглашать господина Балуева для работы в качестве судебного эксперта. Я бы считал, что этого мало, что господин Балуев вообще просто проходимец, и как он учит в своем институте студентов, и как он проводит исследования, какие публикации от него исходят, как он руководит аспирантами и своими подчиненными, просто представить себе невозможно. Это чистая имитация. Если человек допускает подобные экспертные заключения, то я могу предположить и вправе предположить, что его квалификация не соответствует ни его степени, ни занимаемой должности. Поэтому я опубликовал и материалы, которые сейчас огласил в сети интернет, и еще направил ректору Нижегородского университета имени Лобачевского Чупрунову письмо. Направил его по электронной почте, в том числе копию отправил в Институт международных отношений, всяких исследований, где работает господин Балуев. Ну вот господин Чупрунов, в общем, уважаемый человек, ректор, тоже со всякими степенями, вроде бы не гуманитарию, у которого в голове может быть всякий мусор, а человек, представляющий естественные науки, физик, где-то мне близкий или я ему близок. Уважаемый Евгений Владимирович, речь идет о репутации ННГУ и работающих в нем научных сотрудников. Я не склонен обобщать, но кому-то захочется это сделать после обнародования документов, связанных с судебной экспертизой, которую провел заведующий кафедрой прикладного политического анализа и моделирования Института международных отношений и мировой истории ННГУ профессор Балуев. Люди, далекие от реалии общественно-политической жизни, могут быть наивными и не понимать, что их поверхностное подключение к задачам следствия и суда зачастую ломает жизнь человеку, который может быть несправедливо осужден. В данном же случае речь идет о многочисленной организации, каждый член которой может быть репрессирован без всяких на то оснований. Но даже наивный вопрос к политике работы правоохранительной системы ученый должен быть хотя бы честен и при выполнении своих обязанностей как и следователя, если к нему обращаются с неприличными предложениями, просто отвергать их. Если ученый решается на проведении судебной экспертизы, в данном случае по просьбе следователя, то он обязан хотя бы ознакомиться с возникающими в этом случае правами и обязанностями эксперта и возможными последствиями своих недоумений и ошибок. Экспертиза господина Балуева попала мне в руки по запросу адвоката и мне пришлось ужаснуться тому, что творит человек с докторской степенью и профессорским званием. Как он вообще может учить студентов вести научную работу, если в столь щепетильном деле проявляет вопиющую некомпетентность и неаккуратность? Исследовав бессовестный документ, подготовленный господином Балуевым, я мог противопоставить ему только тщательный учет всех содержащихся в нем безобразий. И постараться компенсировать тот вред, который господин Балуев нанес своим так называемым экспертным заключением, неизвестным ему людям, а также самому принципу законности, на котором должна утверждаться система следствия и суд. Я прошу вас ознакомиться с моим отзывом, который я направил адвокату, и сделать выводы, которые вы сочтете справедливыми. Со своей стороны я постараюсь придать этой истории максимальную публичность, ибо с бессовестностью экспертов я встречаюсь не в первый раз и хорошо знаю, каким последствиям она приводит в распадающей системе государства и права. Своё обращение к вам и отзыв на экспертизу господина Балуева я опубликую в социальных сетях. Надеюсь, в распространении информации мне также помогут люди, которых господин Балуев подводит к жизненной катастрофе, заработав на этом свои серебряники. Надеюсь, что вы поймете меня не только как руководитель крупного образовательного учреждения, но и как ученый, который владеет методами исследований и понимает, где экспертиза носит научный характер, а где она превращается в безответственную профанацию. К сожалению, прошло время, ректор мне ничего не ответил, из вот этого института, где работает Балуев, мне тоже ничего не ответили. И всё катится своим чередом. Поэтому я считаю, что публичность этой ситуации должна быть вновь подчеркнута, и мы должны указать на безобразие следователя. И я думаю, что эти безобразия продолжатся и в суде, мы должны называть своими именами то, что происходит. Это беззаконие, безнравственность и некомпетентность, как со стороны следователя, так и со стороны эксперта. Думаю, что в данном случае подключится также и суд, может быть и прокуратура тоже на суде выступит соответствующим образом, хотя есть все основания для того, чтобы это дело закрыть и никогда больше к нему не возвращаться, поскольку оно высосано из пальца и не имеет никаких позитивных перспектив для правосудия в Российской Федерации. Если оно не будет закрыто, то это ещё раз подчеркнёт, что мы находимся в системе тотальной безнравственности и тотальной некомпетентности, именно той самой правоохранительной системы, которая должна охранять основы нашей жизни, а на самом деле занимается её разрушением, использует систему права для того, чтобы уничтожить само понятие о праве, само понятие о законности, понятие о справедливости. А без этого жить ни российское государство, ни русский народ не могут. Что означает, либо эта система будет сметена, какими методами эта уж история распорядится, мы об этом не знаем, либо погибнет само российское государство и погибнет, будет расчленён в очередной раз русский народ. Этого мы допустить не можем и не хотим, поэтому мы скорее желаем первого исхода, чем второго. И если в системе правоохранительных органов, в суде, в экспертной среде не возникнет понимания того же самого и не возникнет солидарности с народом, а ставка будет делаться на получение этих бесстыдных серебряников за экспертизы, там порядка 100 тысяч рублей за вот эту вот халтуру, то участь их будет печальна в обоих случаях. И в случае, когда безобразная система будет сметена, и в случае, если погибнет государство российское. Ну, если они этого не понимают, мы просто об этом им сообщаем, публикуя все эти безобразия, и в дальнейшем будем публиковать всё, что попадётся нам на глаза, и подробно будем об этом говорить. И будем предупреждать вот этого Балуева, ректора Чукрунова, следователя Егорова, будут иметь отношение к данному делу или к подобным делам, о том, что их участь печальна. Желательно, чтобы их участь, если они будут упорствовать в своём безнравственном и непрофессиональном поведении, была отделена от участи нашего народа. И мы этого им пожелаем, либо воссоединиться с русским народом, воссоединиться с пониманием справедливости права, правового государства, либо получить за свои беззаконные деяния то, что полагается по закону. Мы, конечно, никакого беззакония не допустим, не собираемся его пропагандировать, наоборот, мы пропагандируем законность и правопорядок. А вот эти люди, которых я перечислил, они находятся на стороне беззакония и несправедливости. Поэтому они должны понести законное и справедливое наказание. И наказание это должно быть суровым. Поэтому наш закон, который сейчас существует, вполне позволяет этих людей наказать таким образом, чтобы им мало не показалось. И вот это является нашей целью, моей целью, целью моих соратников и единомышленников. Надеюсь, что эти цели будут разделять и все остальные, кто смотрит русские новости, и широкие массы русского народа, которые достойны иной власти и иной системы защиты права и справедливости в нашей стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова